Всем привет! Вы на канале Дистиллят ТВ и сегодня рейтинг. Ну даже не совсем рейтинг, а антирейтинг. Потому что меня многие просили создать этот антирейтинг, чтобы понимать какой коньяк не стоит покупать. Сегодня я не буду пробовать коньяки и это я сегодня говорю без всякого сожаления, а возможно даже с огромной радостью. Эти коньяки не созданы для того, чтобы ими наслаждаться. Эти коньяки созданы, чтобы от них пьянеть. И вы помните наверняка фильм, который назывался 50 оттенков серого. Это для взрослых фильм. Так вот у нас тоже фильм сегодня для взрослых. Потому что канал 18+, мы рассказываем про алкоголь. И этот фильм наверное называется несколько оттенков коричневого. И кто выше, кто ниже, здесь не имеет никакого смысла. Вывод из этого ролика должен быть один. Эти коньяки не стоит покупать. От слова совсем. Ну и давайте приступать к этому величайшему рейтингу. Буду рассказывать о каждом коньяке вкратце и показывать. Открывает этот антирейтинг коньяк Бе Даури со своим нелепым названием, которое уже как бы намекает о том, что случится какая-то беда при его покупке. Каждый ролик сможете найти на моем канале, где я подробно ругаю тот или иной коньяк. Бе Даури 7 лет КВ специальный эксклюзив для ленты открывает этот список неудачников. Затем идет коньяк ВКЗ Кизляр Терек. Тоже отвратительный коньячило. Ну коньячило наверное неправильно его называть. Отвратительный напиток, который пить и получать удовольствие ну вообще невыносимо. И тем более обидно, что как бы семерка уже должна какие-то интересные нюансы показывать. Здесь ничего интересного нет. Можете еще раз пересмотреть подробно ролик. Затем идут великолепные коньяки в кавычках и великолепные маркетологи занимаются этими коньяками серия Шустов. Вы видите у меня в руках сейчас Шустов ВСУП с добавлением спиртов десятилетних. У меня был обзор в начале года двадцать первого. И вот я повелся на оформление и надежде, что что-то интересное из-за этих капель десятилетних изменится. Но ничего не изменилось. Производил этот Шустов родник и компания. И это был отвратительный коньяк. Дубовая настойка. Можно ее так называть. В этом году я уже приобрел более старшую версию. Это XO. Десятилетние спирты. И производит этот коньяк уже другая контора. Это Крымский винный дом. И это ужасный тоже коньяк из армянских спиртов. Отвратительное. Пойло. Да как угодно называйте. Но это не имеет никакое отношение к коньяку. Потом идет дубовый бочонок. Здесь как бы все не так уж отвратительно по сравнению с предыдущими. Но все равно очень много хвостовых фракций. Неприятный вкус у этого коньяка. Никак я не могу его рекомендовать своим подписчикам. Вместе с ним в обзоре участвовал Дагестан десятилетний. Коньяк тоже ничего хорошего. Выдающегося. Не стоит он этих денег, которых за него просят. И сейчас я его даже у нас в продаже не вижу. Видимо хорошо себя так зарекомендовал. Дальше идет представитель коньяков для молодежи. Для продвинутой молодежи. И он действительно смотрится так шикарно. Для какой-нибудь вот той самой молодежи, которая имеет значительные финансы и могут себе позволить этот коньяк. Ну я думаю эта молодежь никогда не купит вот это вот произведение. Не искусство, а произведение даже цвета коричневого тубуса. Это вдруг если ты взорвал хлопушку под новый год, в оливье попали блестяшки и вот потом можешь получить на выходе что-то вот такого цвета. Так что-то тубус прям этот назойливо лезет мне в лицо. Следующий представитель идет ароматизированный коньяк Вечный Ереван. Жесть еще та. Ну отвратительная тема. Хорошо что у меня была такая маленькая емкость. Эти коньяки в скорости пойдут на перегонку и мы получим более-менее какой-то питейный спирт. Вечный Ереван. Вечный кайф одним словом. И сейчас пойдут уже особые представители производства коньячного, которые в меньшей степени похожи, чем предыдущие все коньяки на коньяк. Потому что ароматизаторы, которые добавляются в эти коньяки, ну вообще никак не облагораживают этот напиток, а только опускают ниже плинтуса. И может быть они повкуснее будут, если мы не будем отталкиваться от классического вкуса коньяка. Но нет, на мой взгляд не стоит такое покупать. Открывает этот список торжественных лидеров Нико Перисмани. Грузинский коньяк, который с небольшим уклоном в грузинский профиль, но с ароматизатором ванили конкретно наполнен. И пить его, наслаждаться как-то вообще невозможно. Затем идет представитель Арджи Ван. Это у нас Аркон делает. Тоже наполнение ванили имеется. Семилетний коньяк, по идее, должно быть что-то интересное. Но нет, опять же, коньяк сам по себе вкусный, но в нем содержатся ароматизаторы, которые не хочется употреблять совсем. И теперь самое большое разочарование года, пожалуй, это Айвазовский 20 лет. По вкусу коньяк полностью насыщен ароматизаторами. Кому-то он может быть покажется вкусным. Но тут два варианта. Либо люди совсем не понимают, каким должен быть коньяк, либо у людей что-то с органами обоняния. Самые разочаровавшие меня коньяка в этом году. У меня была пятерка, я ее не нашел. Просто где-то стоит, тоже ждет своего часа для перегонки. Та же самая хрень. Там ваниль, здесь вейп со вкусом клубники со сливками. Ну разбираться в этом не хочется. Это самые настоящие не коньяки, которые можно найти у нас на рынке. Я их вам крайне не рекомендую покупать, обходить их стороной. А за стоимость этих коньяков вы сможете приобрести 100% хороший коньяк. И при сравнении с этими экземплярами вы просто почувствуете вот эту вот разницу. Небо и земля, как говорится. И как всегда скажу в конце ролика, пейте напитки только качественные. Не такие как эти. И только в меру. До новых встреч. Пока.